Пышные платья, белоснежные кители, полонез, вальс и мазурка. В Нарьинмаре прошел первый арктический бал. Его дебютантами стали воспитанники школы светских манер. Проект на средства гранта реализовала некоммерческая организация «Возрождение». Окунуться в атмосферу конца 18-го – начала 19-го века смогла и наша съемочная группа. Дебютанты первого арктического бала выходят под полонез. Этим величественным танцем раньше открывались балы. В зале слышны восторженные реплики, белые кители, красота бальных танцев, играться и ребят поражает. На сцене они выстраивают танцевальные фигуры, появляется главный гость этого события. На нашем балу присутствуют высокие гости. Позвольте представить вам Иван Сергеевич Арцишевский, представитель царской семьи Романовых. И руководитель проекта арктических баллов школы светских манер – Любовь Сергеевна Пермякова. Представитель рода Романовых Иван Арцишевский обратился с приветственным словом гостям бала. Мы обращаемся ко всему к этому и смотрим, организуем и делаем это для того, чтобы помнить и знать, что будущее наше стоит на прочном фундаменте нашей великой культуры. Вы знаете, я когда сказал администрации Санкт-Петербурга о том, что я еду на Ленмар на бал, на арктический бал, возник даже некоторые ажиотажи. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов и представитель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. Заинтересовались очень и предложили, давайте сотрудничать, давайте вместе делать, давайте делать замечательные такие баллы, эту культуру продолжать. Гостями бала стали молодые исполнители, студенты Архангельского музыкального колледжа. Нарьен Мар, струнный квартет, прибыл под руководством заслуженного работника культуры России Олега Клишева. И вновь на сцене главные герои праздника – воспитанники Школы светских манер. Для зрителей они исполнили вальс под музыку Евгения Доги. Еще одним событием в программе арктического бала стало выступление лауреата международных конкурсов оперного исполнителя Даниила Горшкова. Концертная программа закончилась озорной мазуркой. Далее всех гостей праздника распорядитель бала пригласил в фойе Дворца культуры, где можно было сделать арктическую бутоньерку, изучить язык веера и сделать пару снимков в тематической фотозоне. Здесь же главные герои и гости праздника поделились своими впечатлениями. Казалось, будет страшнее. Ну, на самом деле. Ну, эмоции перевосходят. Ну, как бы мы выдохнули, спокойно выступили. Но когда за пулисой выбежали, уже там все орали «Ура! Ура!» Все закончилось, слава богу. Выступили, все хорошо. Все очень красиво, очень достойно. Приятно посмотреть на молодых людей, на молодых девушек, которые являются еще и студентками нашего колледжа Редмарского социально-гуманитарного. Ну, что хочется сказать. Жаль, что это эпизодически, что это только в рамках проекта. Хотелось бы, конечно, чтобы это, может быть, как-то получилось бы внедрить даже в образование. Вы, наверное, отметили, люди, которые никогда не танцевали, да, что можно было сделать за эти полтора месяца. Это титанический труд, на самом деле. Они достойно выступили. Посмотри, какая грация, осанка. Я восхищена. Я очень довольна за своих детей. И вот желаю им хорошего жизненного пути. Продолжился вечер в зале торжеств Дворца культуры, где участников ждали бальные танцы, светские игры от лауреата международных и всероссийских конкурсов, преподавателя Архангельского музыкального колледжа, руководителя и балетмейстера Федора Брыкалова. Еще одним сюрпризом вечера стали подарки для воспитанников школы светских манер. Ольга Руслова, Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор Ц.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова Корректор Ц.Егорова Корректор Ц.Егорова Продолжение следует...